Добрый вечер! В эфире Вести Ульяновского региона в студии Антон Никитин. Смотрите выпуски. Куда пойти работать? Ульяновский рынок труда изучала Элла Шахова. Ульяновская область стала одним из шести регионов, на территории которых с 24 по 28 августа проходят масштабные военные учения. Цель учений определена главнокомандующим Владимиром Путиным. Отработка обеспечения группировок войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Затем, как проходит учение Блиссила Креуша, сегодня наблюдал наш корреспондент. Около 9 тысяч военнослужащих, свыше 3 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе и авиационной, задействованы в учениях в шести субъектах Российской Федерации. В нашем регионе был организован Ульяновский временный перегрузочный район. Недалеко от села Креуша на обоих берегах Волги развернули складскую инфраструктуру, организовали погрузку и перевозку техники и материальных средств речными паромами. Для участия в этих учениях в Ульяновской области мобилизовали около 500 человек. Все получили военную форму, сдали контрольные зачеты по вождению военной техники, выполнили нормативы по стрельбе. Проведено с ними боевое ослаживание и весь личный состав участвовал в развертывании Ульяновского временного перегрузочного района. Я считаю, что с задачей комплектующие военкоматы справились. В случае осложнения обстановки мы должны обеспечить стабильную работу не только народного хозяйства и всех социальных служб, но и слаженное выполнение боевых задач самими вооруженными силами, по итогам учения отметил глава региона Сергей Морозов. Совершенно не случайно сегодня неожиданно подняли по тревоге глав муниципальных образований, сельские, городские администрации. Все они, вы видите, здесь присутствуют. В два часа был сигнал. И мне доставляет огромное удовольствие докладывать заместителю министра о том, что никто не проспал, никто не проигнорировал. Войска, поставленную задачу, выполнили на отличные и в установленные сроки. Такую оценку прошедшим в нашем регионе учением дал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Также он отметил, что все стоящие перед вооруженными силами задачи будут выполнены лишь при слаженной работе всех сфер жизнедеятельности. Сегодня мы с вами видели, как раз здесь отрабатывали вопросы. Здесь задействованы, вы обратили внимание, все. Без местных органов власти не обойдется, без губернатора не обойдется, без речного флота не обойдется, без железнодорожного транспорта не обойдется, без авиации не обойдется. То есть именно здесь вы должны были увидеть тот весь комплекс взаимодействия народного хозяйственного комплекса, военно-промышленного комплекса и вооруженных сил при выполнении одной задачи. Эти учения подвели итоги летнему периоду обучения, а также завершили комплекс мероприятий по подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2015». Параллельно с ними на территории Западного военного округа пройдут и учения коллективных сил оперативного реагирования «ОДКБ взаимодействия-2015», в которых одновременно примут участие подразделения двух соединений воздушно-десантных войск России – 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Елена Тимонина, Мария Пугачева, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Продолжаем выпуск. Многие улицы областного центра сейчас перекопаны. И это доставляет определенные неудобства как автомобилистам, так и пешеходам. Однако трудности эти временные, и связаны они с необходимостью провести ремонт теплотрасс в преддверии отопительного сезона. Эти кадры, например, сняты в железнодорожном районе, на улице Хрустальной. Здесь находится место соединения двух крупных теплоисточников. Как заверяют специалисты, все идет по плану, и вскоре работы будут завершены. Здесь, вот на сегодняшний день, значит, выполнена замена порядка 380 метров трубопроводов диаметром 300 миллиметров. Работа будет закончена 30 августа. И на сегодняшний день на балансе предприятия 46 теплоисточников. Все 46 теплоисточников готовы к работе в зимних условиях. И мы надеемся, что к 15 сентября мы получим паспорт готовности предприятия. Активные работы и в центральной части Ульяновска, в том числе у здания городской администрации на улице Кузнецова. И ничего удивительного. Район отнюдь не новый. Работы по замене труботопления давно назрели. Как и на улице Хрустальной, здесь, на Кузнецова, а также на расположенной неподалеку улице Матросова, до конца августа должны завершить все ремонтные мероприятия. Капитальный ремонт этого года подразумевает замену магистральных трубопроводов порядка 5 километров. То есть на данном участке производится замена достаточно изношенного участка тепловой сети. Благоустройство до конца месяца у нас согласован план график. Идем в графики. Помимо замен труб на теплотрассах, коммунальщики готовят и дома к приему тепловой энергии от этих самых труб. Основное внимание старому жилому фонду, где вероятность порыва в тепловых коммуникациях заметно возрастает. Только по Засвиярскому району на промывку и опрессовку труб в жилых домах к началу топительного сезона потрачено порядка 25 миллионов рублей. У нас 505 домов на обслуживании. На сегодняшний момент мы завершаем промывку и опрессовку. Буквально сегодня мы сдаем дом Артема-17, где готовим элеваторные узлы. Осталось подписать акт готовности и осенний осмотр. Начало топительного сезона в регионе в нынешнем году запланировано на 28 сентября. Трудоустройство населения – одна из актуальных тем сегодня как для Ульяновской области, так и для России в целом. По распоряжению губернатора Сергея Морозова в регионе ведется активная работа по созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Соответствующие задачи поставил президент России в майских указах. Сергей Карпунин окончил профессиональный лицей по специальности оператор станков с числовым программным управлением. На компьютере он задает параметры, необходимые для производства детали, и машина-станок ее выполняет. Полученные навыки в этой современной рабочей профессии ему скоро пригодились. Он устроился оператором сварочных машин на домостроительный комбинат, который открылся в январе этого года. Находится производство в промзоне Заволжей, где сейчас активно и реализуются инвестиционные проекты. Строятся и запускаются различные предприятия. Знакомые посоветовали, открылся новый завод, новый, так сказать, современный завод с новым оборудованием. Ну вот как бы пришел, заполнил анкету, взяли меня на завод. Работается неплохо, дружный коллектив. На комбинате сейчас работает более 300 человек – электромонтеры, энергетики, формовщики, арматурщики, электросварщики. Действует полный соцпакет, оплачиваемые больничные и отпуска, обеспечение спецодежды, оплата половины обеда в местной столовой, доставка автобусом до места работы и обратно. Квалифицированные рабочие, как Сергей Карпунин, здесь, конечно, приветствуются, но главный фактор все же – желание работать. Для новичков на предприятии действует наставничество. Люди, у которых есть опыт, мы к ним, скажем, ставим молодого необычного специалиста. Он его в некотором периоде натаскивает, показывает, как работать, основные принципы работы. Ну и, соответственно, потом сдается внутри уже участка, как бы, некие квалификационные экзамены. На соседнем заводе Джокей Пластик Ульяновск производит пластмассовую упаковку. Предприятие запустилось в тестовом режиме в марте этого года. Здесь на переподготовку рабочих отправляют в Белоруссию, на родственное предприятие. Сейчас на заводе работает около 40 наладчиков, электрончиков, печатников. А при выходе предприятия на полную мощность будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей региона. Компании, выбирающие наш регион, для реализации своих инвестиционных проектов объясняют, чем привлекательна для них Ульяновская область. Ульяновск привлекательна тем, что, прежде всего, совместной работой правительства и корпораций развития Ульяновской области в предоставлении возможности достаточно быстро прохождения административных процедур. Также для производства это близость основных потребителей продукции, это основные поставщики сырья находятся достаточно близко, ну и наличие квалифицированных специалистов в Ульяновской области. Ежегодно в нашем регионе создается не менее 20 тысяч рабочих мест. На сегодня 15% из них как раз приходится на инвестиционные проекты. В инвестпроектах мы уже создали 2800 рабочих мест, и нам на самом деле эти рабочие места очень дороги. Инвестпроекты, как правило, создают рабочие места хорошо оплачиваемые, и на этих рабочих местах создаются современные условия труда, что непосредственно ценно для жителей Ульяновской области. Но лидерами, обеспечивающими высокопроизводительными и высокооплачиваемыми рабочими местами рынок труда по-прежнему остается малый и средний бизнес, который активно развивается в нашем регионе, и на его долю приходится 70% занятости населения. Илла Шахова, Герман Баранов, Вести Ульяновск. Ульяновских водителей предупредили об осторожности на дорогах. Сделали это сотрудники ГИБДД вместе с детьми. Воспитанники клуба «Симберцит» раздавали на улице Рябикова буклеты автовладельцам. В них призыв к осмотрительности на трассах. Водители с пониманием отнеслись к детскому обращению. Что нужно уступать дорогу детям и всем людям, которые переходят по пешеходному переходу. Я всегда за этими вещами очень внимательно наблюдаю. Особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, вблизи тем более школ. Это как в априори. Акцию провели в преддверии нового учебного года. Дети, несмотря на каникулы, быстро откликнулись на призыв организаторов. Юные автоинспекторы подготовили плакаты. Ребят поддержали сотрудники ГИБДД. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны вблизи пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений. Уважаемые родители, позаботитесь о безопасности ваших детей на проезжей части. Напомните юным участникам дорожного движения основные правила поведения на проезжей части. Приучите ребенка с самого раннего возраста переходить в проезжую часть строго по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Автоинспекторы обратили внимание на тревожную статистику. В этом году произошло около 70 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В ДТП погибло трое юных ульяновцев. 75 получили травмы различной степени тяжести. Змейка, параллельная парковка и многое другое. Это не только классическая программа экзамена в ГАИ, но и обязательно часть соревнований для водителей маршрутных такси. Сегодня один из старейших перевозчиков города, профессиональный союз военнослужащих, провел конкурс профмастерства. Выясняли, кто лучший в двух классах – «Газель» и «Форд». Шоферов ожидали два этапа – теоретический и практический. На первом они отвечали на вопросы по правилам дорожного движения. На втором продемонстрировали свои навыки на площадке для вождения. Прежде чем подвести итоги, организаторы устроили конкурс для самых юных участников дорожного движения на велосипедах и смокатах. Дети с энтузиазмом выполнили задания организаторов и получили сладкие подарки. Лучшие конкурсанты старшего возраста стали обладателями видеорегистраторов для своих железных коней. В итоге победителями стали Игорь Кулаков, работающий на 12 маршруте на автомобиле «Газель», и Николай Осипов на «Форде» 52 маршрута. Второй Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта в Ульяновске завершился. Торжественная церемония его закрытия состоялась сегодня на площади Столетия Ленина. Напомним, праздник спорта стартовал в минувшее воскресенье и за 4 дня собрал 1500 человек из 43 регионов России. Его участники соревновались в 10 видах дисциплин, среди которых были неолимпийские, такие как хоккей с мячом, бильярд, флорболл и национальные, якутские прыжки, хапсагай, борьба на поясах. Организаторы, подвозя итоги, отметили, что в будущем необходимо расширить список видов спорта с одного до двух десятков и сделать фестиваль международным. Вот этот вот пласт, который мы вместе с Ульяновском сейчас подняли, обратили внимание на то, что действительно национальные народные виды и неолимпийские, у них в принципе большое будущее, даже большее будущее, нежели олимпийского движения, потому что они более экономичные, более доступные, более простые в управлении, в методике, в подготовке спортсменов и более захватывающие, потому что это фестиваль. В 2017 году, не знаю в какой стране, но будет проведен такой же фестиваль по национальному неолимпийскому виду спорта и за основу будет взято положение города Ульяновска и опыт Ульяновска. Бильярде золото досталось спортсмену из Саратовской области. Антон Нетесов буквально вырвал победу из рук нашего земляка, выиграв финальную партию со счетом 2-1. Сказался опыт. Антон занимается бильярдом с 14 лет и выдержка в процессе игры. Борьба была непростой, признался спортсмен. Подобные фестивали, по его мнению, хорошая практика для всех. Во-первых, это престижно, как минимум для той области, где это проходит, во-первых. Во-вторых, это развитие детей, юноши и т.д. и т.п. Ну, чем в подворотне они где-то будут стоять, лучше они делом займутся. В подготовке следующего фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта организаторы пообещали учесть опыт коллег из стран СНГ. К примеру, их заинтересовали игры кочевых народов, которые недавно прошли на озере Иссык-Куль в Кыргызстане. Далее информация о погоде. Далее информация о погоде. Далее информация о погоде.